всех приветствую мои родные любимые и сердцу моим дорогие христолюбчики братцы и сестры во христе и все люди на земле всех я вас приветствую всем желаю всего самого хорошего всего самого доброго светлого и доброго в сердца ваши в души ваши в умы ваши в тела ваши в дома в семьи но во вся сфера жизни ваши что все у вас было хорошо и ладненько сегодня у нас последний ролик в 2019 году сегодня 30 декабря закончим его кажется кому-то печальным о смерти поговорим на самом деле кто христианин и кто исповедует христианство тот знает что смерть это не конец а лишь начало что смерть это на самом деле не благословение проклятие благословение боже для вразумления человека после грехопадения да кто исповедует христианство тот вместе с апостолом павлом и познал истину наверняка скажет моя жизнь христос а смерть приобретение да Поэтому сегодняшний ролик Да и как раз заканчивается год Пусть это будет символом конца Символом смерти И Новый год начнем с новых проповедей Начнем как раз с познания истины С простоты истины С какова она Я запишу такой Интересный ролик Всеобъемлющий такой Ну надеюсь что так получится Это мои планы Надеюсь так все и получится Ну в принципе 31 завтра я планирую Поздравить все равно вас Всех моих дорогих С уходящим годом Первого поздравлю с наступившим 2020 Ну так что все будет хорошо Ну а сегодня мы поговорим о смерти Вы знаете в принципе Этому ролику поспособствовала Одной моей сестры Христианке У нее там по здоровью некоторые проблемы Мы с ней как-то заговорили Ну у нее не смертельно Но всякое могло быть Ну и сейчас пока все это еще не известно Ну вообще как-то о смерти Она Ну я-то всегда не размышляю И в принципе у меня твердое убеждение Что такое смерть Что такое жизнь И как к этому относиться И в принципе Ну понятно Очень любят тыкать Одно дело ты на слова Говоришь Другое дело на опте Вот завтра тебе скажут Что ты умрешь Слушайте Если мне завтра скажут Что умру Вы увидите такое счастье На моем лице Ну вот как и сейчас На самом деле Вот это какое-то чувство смерти У меня От юности Да Ощущение И причем знаете Какая-то жажда по смерти Именно от юности Хотя был я грешником Обычным Как и все Но вот Наверное Вот эта вот фраза Кто знает На моем лайв-канале Это в общем-то Является эпиграфом К моему лайв-каналу Моя жизнь Христоса Смерть приобретения И в общем-то Я жил всегда такими Не знаю Как хотите Смертными Мировоззрением Вот этим Да Ощущением И в принципе Смерти я никогда не боялся Все еще боялся Это конечно же Как и все Наверное Как и многие По крайней мере А может быть и все Это какой-нибудь Мучительный Там смерть Ну кто хочет умирать Под пытками Там да От жуткой болезни Там не знаю В немощи Или еще Ну какой-нибудь Ужасной смертью Да И может быть Долгой Так скажем Играющей Затянувшейся Да Вот А самой Как такового Вот А тем более Самой смерти я не боялся А тем более Когда я познал истину Уже Во всей ее полноте Конечно же Теперь я прекрасно понимаю Я и тогда Плюс я не боялся Конечно же Из-за этого чувства Бессмертия Которого внутри У каждого человека Но когда мне все Стало явно Благодаря Потому что Бог мне открылся Десять лет назад Так еще и Через Евангелие Явно явился Воплотив В моей жизни Да И все Я познал Что такое истины Что это любовь Свобода И бессмертие Вот И поэтому Я как-то Хотел этот ролик Ну в принципе Еще были некоторые мотивы О которых я сегодня скажу Ну наперед могу сказать Вот это вот Мы сегодня вспомним Конечно же Стихи из Библии Да Ну давайте их сразу вспомним Во всех делах твоих Помни о конце твоем Ну о смерти Да И вовек не согрешишь Это Сираха Книга Иисуса Сына Сираха Седьмая глава Тридцать девятый стих И в двадцать восьмой главе Шестой стих подобный Ну я их так скажем Вырвал Но сегодня речь не о том Помни последнее Ну то есть день смерти И перестань враждовать Помни истление То есть и смерть И соблюдай заповеди Вот именно еще и на основании Вот этих вот слов Я говорю Поэтому сегодня ролик такой у меня Я говорю Вы видите такой вот Значок для видео Он не просто То есть я хочу поговорить Естественно о смерти Ну смерть я говорю Это лишь переход Из одного аватара Или в другой Или там вы останетесь Это уже не суть важная Это либо Бог решает Либо если вы повзрослели Вы вместе это решаете Вот сегодня мы конечно Будем говорить не об этом Не о посмертной Там участи Или еще что-то А именно мы поговорим Как раз сегодня о жизни Но помня о смерти Поэтому я не зря привел Эти стихи Что помни день смертный И вовек не согрешишь Да и помни последнее твое И соблюдай заповеди Поэтому говорить мы кстати Казалось бы Да я говорю И ролик я так назвал День смерти И начал с этого Вот Но говорить мы будем Не о смерти как раз А о жизни Но через призму Смерти Но Это то же самое В принципе ничего нового Мы сегодня с вами не будем Не услышим И ни о чем новом Не будем говорить О том о чем я говорю постоянно Что есть Она в простоте Она в чем В том что человек Ты свободен В свободе любви И бессмерти Поэтому ты свободен Избирать Добро или зло И соответственно Вкушая добро Ты Вкушаешь жизнь Имеешь жизнь вечную Вкушая зло Ты Умираешь Да Загибаешься Вот Поэтому Мы сегодня будем Опять говорить о жизни Просто не Как я люблю Конечно говорить Через призму Бессмертия Но мы сегодня посмотрим Это аналогично Что смотрят Через призму Бессмертия Так скажем Что через призму Смерти Который в принципе Тем более Им не существует Вот На картинку На заднем фоне Не обращайте внимания Ну в том плане Не важно что там Женщины показаны Весь период Их жизни Ну Две картинки Сразу не поставишь На один значок Это не суть Важно Вы знаете Как я отношусь К разделению полов На самом деле Это временное Все Бог сотворил Человека По своему образу Подобие А не человеков Затем уже Этого человека Разделил На мужское И женское Начало Лишь на время В царстве небесном Все мы будем Одинаковые Вот Поэтому не важно Кресты вон Они Бесполые Мужчины Или женщины Закопали Это не важно Вот Вот поэтому Сегодня мы поговорим Как бы о жизни Через призму Ну так назовем ее Смерти Да Временной смерти И вот Почему я говорю Сегодня две темы Затронем Еще одна из тем Это Вот именно Вот этот вот Фетиш Кто знает Ну в основном Это ортодоксальные Так называемые Церкви Я их называю Псевдо христианами Православных Католиков Это вот этот фетиш Они называют Кто знает Это память Смертная Смертная память Да Это Вы понимаете Почему мы будем Сегодня говорить О смерти Именно все таки Да Ну понятно Что мы бессмертны Мы будем говорить О том Что все таки Настает конец Этой временной Земной жизни Да И вот мы поговорим Естественно Я говорю Поэтому об этих Еще учениях Потому что Это целое учение Целая мысль Целое мировоззрение Ортодоксальных Псевдо христиан Или ортодоксальных Церквей Как хотите Да Так До этого Мы еще не дошли Что я хочу сказать По поводу Вот этого стих Сираха О том Что помнить День смерти И вовек Не согрешишь Вот я хочу Всегда И призываю Всегда Сегодня хочу Еще раз Сказать Всегда Внимательно Читайте Писание Не то Что не прибавляйте Не убавляйте Ничего оттуда Вы уже Размышляя Понятно Вы что-то Прибавляйте Что убавляйте Вы возможно Вкладываете Больше Чем вложил Туда автор Или меньше Наоборот Да В те же самые слова Возьмем Самое святое Слова Иисуса Мы их все Воспринимаем По-разному Мы действительно Когда-то Можем Переборщить Что-то туда Внести Того Что Иисус Не говорил И даже Не подразумевал Либо наоборот Не все Оттуда вынести Что хотел Донести Нам Иисус Да Вот Но Прежде всего В любом случае И одно дело Вы искренним сердцем Но до чего-то Дошли И говорю Что-то упустили Или что-то Переборщили В чем-то Это одно Это не грех Да Вот А другой вопрос Когда вы это делаете Специально Да Поэтому Но это мы тоже Опустим сегодня Не об этом Мы конечно Сегодня не о принципах Чтения Библии Будем говорить Но все-таки Я хочу этот момент Один напомнить Что обязательно Всегда внимательно Читайте прежде всего И поймите Что хотел донести автор Не что вы хотите понять Не как вы хотите Это интерпретировать Вот И даже как говорится Вы хотите познать Что хотел автор Но это только вы хотите А надо действительно Абстрагироваться Когда ты читаешь Какую-то мысль Какую-то книгу Надо постараться Абстрагироваться От своего мировоззрения Для чего нужен Этот прием Для того что Потому что Когда вы читаете Своими мозгами Вы вот ино Вкладываете свои Уже какие-то Предубеждения Убеждения А когда вы пытаетесь Действительно Абстрагироваться Во-первых От своих Более того Максимально Понять Почему Всегда очень важно Максимально знать Кто Что за человек Это писал Кем он был Кем он работал Как он жил Грешил Не грешил В какое время Он жил В какой стране Что его окружало Эти нюансы Дают нам Полную Картину Ну полную Я естественно Беру в кавычках Максимально полную Из того что мы можем Естественно Вот из этих внешних факторов Сложить какую-то Естественно Себе пазл Понятно Полную картину Это сам этот человек Причем сам говорящий Сам мыслящий В чужую голову Как говорится Не залезешь Да Вот Поэтому прежде всего Конечно же Читать писание Надо именно Или до любых вещей Да Вникает Понимать Прежде всего Что туда автор Что он хочет вам сказать И вот Я почему еще Обращу Говорю Не просто мы сегодня Там о смерти Поговорим Мы рассмотрим Естественно Жизнь Она в двух у нас Так скажем Путях идет Да Уклонение от зла И творение блага Тоже известна Ветхозаветная мысль На самом деле Она идет еще Оттуда От рая Где нам сказано Не вкушать С древа Познание Лжедобра И зла Который есть злом И А вкушать Наоборот С древа жизни Да То есть Творить добро Поэтому Вот это Библейское Еще Из псалтыри Из притч Мы знаем Уклоняйся от зла И Твори благо Твори добрые дела Это В принципе От начала Все идет Ничего нового Тут не прибавить Не убавить нельзя И вот я хочу Обратить внимание Особенно Я никак не могу Сформулировать эту мысль Что вторая мысль Которую мы будем Тут у меня Папа заходил Вот я хочу Чтобы эту мысль Поняли То есть мы Как раз Вот эту жизнь На жизнь На которую Нашу будем смотреть Через призму смерти Мы будем смотреть Естественно Жизнь наша В двух путях Идет Уклонение от зла И творение благо Да Вот это вот Естественно Через призму смерти Мы будем смотреть На два этих пути Уклонение от зла И творение благо И как мы видим Вот в этих словах По крайней мере Вот этих стихах В писании Которые мы прочитали Очень часто Их берут Я говорю И те же самые проповеди Втюхивают И предлагают смотреть На жизнь Творение добра Через призму смерти Что завтра я умру Ведь нам же Именно это Предлагает Автор книги Неважно кто этот Иисус Сын Сираха Да Он нам говорит о том Что помни свой день смерти И никогда не согрешишь То есть не сделаешь зла Нам автор Не говорит о том Что ты должен Делать добро Думая что ты завтра умрешь Мы сейчас это обсудим Но он этого не говорит Он два раза В двух разных местах Еще раз можем зачитать Во всех делах твоих Он говорит во всех Казалось бы добрых Но он речь Когда он первую часть фразы говорит Он не имеет ввиду Добрые или злые дела Он и говорит Что во всех делах Которые ты просто делаешь Помни о дне смерти И вовек не согрешишь То есть если ты будешь Помнить об этом То твое дело Никакое из твоих дел Не важно Насколько оно будет добрым Но оно точно не будет злым Ты точно не делай зла Ты помни о дне смерти И точно не сделай зла Сколько ты сделаешь добра Он не говорит Он не знает Но он говорит, ты точно, помня о дне смерти, не делай зла, не согреши. Ну и помни последнее, перестань враждовать, помни истление смерти, соблюдай заповеди. Казалось бы, если мы сейчас сюда евангельский дух попытаемся применить, присовокупить, то это будет неверно. Вы помните, основные заповеди, то же самое, десятисловие, это не убей, не укради, не лжесвидействуй. Это не творение зла, это еще не делание добра. Вот это вот надо очень важно понимать. И вы знаете, эта мысль действительно истина. Вот если я говорю, в нее не вкладывать то, чего в ней нету, то действительно память смертная, вот эта память о том, что, памятование, наверное, даже лучшее слово, о том, что действительно все мы завтра можем просто не проснуться, не важно сколько нам лет, не важно какое у нас здоровье, какие уж тем более у нас были планы на завтра, а то и на всю жизнь. Богу до этого, так скажем, ну я в кавычках говорю, никакого дела нету, да. У него свои планы. Человек предполагает, а Бог располагает, да, так говорят, по-моему. Вот. То мы действительно должны помнить это. И вот когда ты творишь, и у тебя какая-нибудь дурная мысль в голову входит, вот тут действительно, вы знаете, самое важное, что в жизни надо задуматься о том, что, слушай, если я завтра подохну, я бы так сегодня сделал. Нет. Это очень важно понять. Это важно понять то, что вот мы действительно вот рассматриваем всю жизнь, и когда мы смотрим на свои плохие мысли или дела, которые мы хотим совершить, вот здесь очень важно действительно вспоминать эту мысль, и вообще помнить о том, что, да, мы действительно не вечны, и помнить, и задумываться о том, что это завтра может быть. И особенно, когда тебя тянет куда-нибудь не в ту сторону. Вот тут этот Иисус, сын Сираха, говорит достаточно верно. Ну, а то и в принципе совершенно верно. Я говорю, если в эту фразу ничего большего и в эту мысль не вкладывать, то она абсолютно верная. Когда тебя несет куда-нибудь на зло, вспомни конец твой, и вовек не согрешишь. Я надеюсь, здесь всем все понятно. А вот, конечно же, основную часть, я не знаю, сколько получится, но вообще-то я хотел поговорить о осмотрении на свои добрые дела, и кто их называет подвигами, да или вообще на свою святую жизнь, вот через призму этой, через призму смерти, да. Я просто слышал и проповеди такие, к сожалению, вы знаете, я всегда говорю, вот эти проповеди, которые в жизни реально невоплотимы, это все бла-бла-бла-бла. Ссылаться на каких там святых отцов, не на святых, даже на Евангелие. Я вам примеров таких достаточно в своих проповедях привожу, и вот в этих свободных на канале проповеди, и при чтении Писания. Я говорю, слушайте, если действительно Иисус говорил о том, что если ты только помыслил сексуальным помыслом о женщине, то ты уже согрешил в сердце своем, то я говорю, мы все просто грешники, и тогда все Евангелие просто бессмысленно. Тогда Иисус давал заповеди, которые невозможно исполнить. И я вам приводил пример, вы сами слышите таких проповедников, которые, я говорю, в два раза старше меня по возрасту, в три раза дольше меня христиане, и до сих пор эту чушь проповедуют, что вот, ну мы все грешники, ну вот так вот, надо до конца жизни с поклонной головой ходить. Я говорю, слушай, может быть, мы что-нибудь не так тогда понимаем в Писании? Если я вот 10 лет христианин, и до сих пор не избавился от блудных помыслов, так может быть, что-то не так? Может быть, сексуальная фантазия, просто мысль, которая приходит, естественно, по природе рождается в сердце мужчине, когда он видит красивую женщину, и в женщине, когда она видит красивого, умного, обаятельного, может быть, мужчину, да? И другое дело, желание, которое я уже решил в сердце своем реально воплотить, причем изменить, причем не будучи даже холостым, а имеется в виду, что я, будучи женатым или замужем, решаюсь изменить своей жене, я уже решился. Вопрос времени, когда я возьму у нее телефон, может быть, это какая-нибудь там новая сотрудница на работе, и буду пытаться ее обольстить, да? И, может быть, даже обольщать буду, а может, она и сама не против, да? Может быть, об этом Иисус говорил, и тогда я действительно свят по этой заповеди, тогда я действительно, если я не иду на такие поступки, а то, что нормально даже у женатых людей и замужних возникают сексуальные помыслы даже не о своих мужьях и женах, чисто случайно, так скажем, именно потому что природа их зарождает, именно потому что, может быть, это бес нашептывает, и это не мысль самого человека, и это не грех, так, может быть, так надо понимать Евангелие? И вот на таких подобных примерах я и говорю, когда говорят, вот, я просто слышал такие проповеди, вот если ты завтра умрешь, посмотри на Иисуса, занимался ли он спортом, а делал ли он то, а делал ли он это, и вот сегодня я хочу поговорить, конечно, основную массу, сейчас мы немножко поговорили, о взгляде на свою жизнь через призму смерти, но на нетворение зла, тут аминь, истинно можно и библейские стихи вспоминать, это действительно очень хороший, очень правильный инструмент, очень рабочий инструмент, более того, я говорю, он очень рабочий, он естественный, каждый его может в своей жизни применять и должен применять, чтобы не согрешить. Вот это рабочая схема. А когда я слышал такие проповеди, да, что вот мы должны чуть ли не все оставить, жить одним днем, вот ты бы типа сегодня, если бы ты завтра умер, ты бы сегодня вот кому отдал эти 100 рублей, ты пошел бы что-то купил, тебе нужное там по дому, по хозяйству, может быть даже твоим родственникам, детям, мужу, жене, или ты бы отдал нищему. Вот когда я слышал такие проповеди, они оказываются ложными, к сожалению. Что кто их говорит, сам этого не делает, потому что он, естественно, сам точно так же не может. Он нарисовал себе какую-то идеальную неевангельскую картину, несоответствующую Евангелию, вроде бы как глядя на Иисуса даже, да, сам этого не может исполнить, но при этом говорит, что это истина, которую, да, просто исполнить тяжело, но надо, и я вам говорю, что надо. И сам Иисус говорил, он сам творил и учил, и ученикам сказал, сначала сотворите, научите. Я вам скажу, что учитель любой, неважно, чем он вас учит, даже бытовым вещам, во-первых, он не имеет этого права делать, если он сам не имеет этого. Во-вторых, если умные люди, вы сами не будете учиться у человека, который сам этого не исполнил и не делал, и не умеет делать. И то же самое, запомните это, хотя вам это и так должно быть понятно, вы все взрослые люди, что вы никогда и не будете учиться у человека, который этого не делал, и это нормально. Поэтому слушать человек, который говорит, я не исполняю, вот это там святые монахи делали, а я, что-то об Иисусовой молитве говорят, когда сами ничего не понимают в уме, действительно, только передают опыт святых отцов. Это передавать чужой опыт, это значит, ничего не передавать, ты ничего не понимаешь в этом. Ничего, ты никому ничего научить не можешь. И они ничему не научатся. Ты не сможешь их не скорректировать при их уклонениях вправо-слево. Ты ничего в этом не понимаешь, ты не пережил это опытом. И вот я вам, как всегда, буду говорить сегодня то, что я сам изведал опытом. Почему мне все это я открываю, мне Бог открывает, потому что я все практикую и не говорю ничего просто от праздного словца. Мне вот без разницы, кто слышал, у меня нет проповеди круглой земля или квадратной, хотя весь интернет этим хайпом завален, причем религиозников, нерелигиозников. Это ничего не дает человеку абсолютно, никакой не пользы, порой даже вред наносит. Вот и все. И разделение. На какой основе, ни на какой. Причем ни один, ни другой не может это объективно доказать. Это просто теория с одной и с другой стороны. По поводу жизни и почему я сегодня буду тоже имею полное право об этом говорить, потому что кто знает мою жизнь, я пытался так жить. Я все оставил ради Евангелия, ради Иисуса, ради истины. И пошел за Иисусом. Я практиковал отшельнический образ жизни, можно сказать монашеский образ жизни, скудный образ жизни, разные опыты молитвы и всего прочего. И поэтому я сегодня об этом хочу поговорить. Вот это вот теория, так я ее назову, о том, что да, твори добрые дела, глядя на день смерти, на свой. Предполагаешь, что если он завтра, потому что та фраза и предполагает вспомнить день свой. Вспомни, то есть приблизь его, неважно где он. Вспомни о нем, то есть все, он пришел у тебя в голову, значит вот он сейчас. Вспомни, задумайся, вспомни день свой, когда говорит Иисус Сын Сирах, он говорит, задумайся о том, что сейчас ты просто упадешь на взниче. Ты бы это сделал. И вот когда предполагает и на добрые свои, на добродетельную жизнь, на творение добра в своей жизни, применяя тот же самый инструмент, он не рабочий, более того, он вредный и неправильный. И человек только будет колебаться, только будет... На картинке только сейчас заметил, там между крестом звезда Давида. Сейчас я попробую вам показать, что-то не получается приблизить у меня. Ну ладно. Да вон вы видите, я мышкой вожу. Что-то клавиатура что ли не работает, не пойму. Ну ладно. Кресты, 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 вон звезда Давида. Даже это... Да, Давида. Шестиконечная, пятиконечная Соломонов. Христианин, христианин. Один, наверное, христианствующий еврей, или как это, удействующий христианин, не знаю. Интересно заметил. Вот. Вот что такое творение добра и смотрение в свою жизнь через призму смерти, что как будто, раз мне память, мне пришла память о смерти, то есть, а вдруг я сейчас умру. Память о смерти, имеется в виду, что жить, как я сегодня умру. Вот как, вот эту картинку мы уже поменяем, включим, вот эту вот. Вот я говорю, это в основном, кто знает, это ортодоксальная монашеская традиция, они очень любят эту вещь. Я могу сказать, что я к чему хочу сказать, что это, это вот именно этот рычаг, этот инструмент, которому он дает ключ, или путь жизни чуть ли, он не подходит никому, это дело не в этом, отшельник человек или нет. Выбрал он безбрачный или брачный путь жизни. Кем бы он вообще не был, по любым понятиям, в социальном там уровне, профессии, это и вообще не рабочий ключ. Вы ничего в этой жизни не приобретете, только порвете себе душу, сердце и мозги, и ничего не добьетесь, более того, ты именно изранитесь, поранитесь, навредите своей душе и телу, и всему, и может все печально закончиться, вы можете вообще отвалиться от Христа, от христианства, уйти в уныние. А может быть, это и до чего-нибудь докатится, вообще до ужасного, типа какое-нибудь самоубийство от отчаяния, от того, что у вас не получается, быть святым. Я это сегодня, естественно, продемонстрирую все и жизненными, реальными примерами, и опытом личной жизни, естественно, все это постараюсь показать, подтвердить, там уж кому как. Разглаголствовали я уже много, поводичка, давайте теперь явные примеры будем разбирать. Конечно, если я завтра умру, вот представьте, вам объявляют смертный приговор. Да, если я завтра умираю, вот пошел бы я сегодня заниматься спортом, я вот занимаюсь, стараюсь поддерживать тело в соответствующем состоянии. Конечно, нет. Но один день остался. Мне надо позаботиться о том имуществе, которое у меня есть, в каком плане, действительно, раздать нуждающимся, нищим, ну или там родственникам, кто как будет делать, конечно, это уж каждому лишать там, на благотворительность, это или зажавшихся родственников еще подкормить. Но это действительно надо сделать, да, вот. Особенность, кто-то решится раздать это там малоимущим, так скажем, да, людям, благие дела сделать. Конечно, важное дело, это же важнее, чем, зачем мне идти заниматься спортом, поддерживать свое физическое состояние, тело в здравом, в здравой норме, чтобы жить, как раз духовной жизнью, да, зачем мне делать, если завтра я умру. Если завтра я умру, вы знаете, я могу сегодня вообще и не есть. Зачем мне есть, если завтра я умру? Без день, два, три, пять, неделю без пищи человек спокойно может прожить. Вот именно за этот час я могу еще что-то доброго сделать, вот именно туда, туда, причем вот именно у тебя появляется именно много предсмертных дел, вот именно ту же самую милость, не так просто раздать, на это нужно время, мне нужно час, а у тебя может уже все, вот тебе сказали, у тебя часы тикают родной, у тебя осталось действительно, ну, я образно говорю завтра, а может и скажут завтра, пусть неделю тебе скажете осталось, ты сбываешься, все, ты что, будешь ходить в спортзал? Нет, конечно, ты будешь ходить в магазин, выбирать там по два часа продукты? Нет, конечно, ты все раздашь, что у тебя есть, ну, представим, что у вас нет никого, ни родственников, никого, да, поэтому, благотворительность, как такое, высшее, назовем, доброделание, да, ну, понятно, если родственники все это в основном им достанется, но не важно, даже для них тебе надо будет сходить, куда-то все переоформить, там, или еще что-то, вот, плюс, может быть, у тебя родственники есть дурные, вот им ты хочешь оставить здравым, да, вот, не тем, которые завтра все это на себя прожрут, проедят, ты знаешь, у тебя есть здравые люди, ты хочешь им все это передать, то есть, тебе надо быстренько написать завещание, и так далее, ты, естественно, ты всю эту неделю, предсмертную, ты будешь заниматься добрыми делами, ты вообще забудешь о себе, вообще, тебя будут приглашать на день рождения, ты уже никуда не побежишь, ты будешь делать все, что нужно, у тебя каждая минута будет дорога, но если ты забежишь ради любви этого человека, кого-то поздравить, позвонишь, может быть, заедешь, да, но ты понимаешь, что сидеть день там у него за праздничным пиром, ты уже не будешь, у тебя есть другие дела, я говорю, дел появятся перед смертью сразу полным-полно, которые важно сделать уже человеку, который расстается с этой телесной оболочкой, да, вы все это все прекрасно знаете, но это если ты реально умираешь, да-да-да, ты все это отложишь, ты уволишься с работы, ты не будешь эту неделю ходить на работу, зачем она тебе, нормальный человек, прям завтра же напишет заявление, неважно, получит он там эту последнюю зарплату, зачем ему это, ему говорят, тебе осталась неделя, он просто перестанет выходить на эту работу, зачем она ему, зачем, я говорю, у него, там у человека вот столько вот дел появится, ему говорят, у тебя реально неделя, тебе реально надо бегать по этим, я говорю, юристам там, тебе надо дом в порядок привезти, то-то, то-то, тебе найдется, поверьте мне, родственники, попрощаться ты с кем-то захочешь, что-то вот именно благое, может быть записать какое-нибудь видео, может у тебя какая-то книжка, у тебя какая-то мечта была, ты реально понимаешь, вот у тебя труд незаконченный, может быть ты хотел какую-то проповедь записать великую, я не знаю, может ты захотел Евангелие за неделю записать, но я так что-то к себе применяю, вы понимаете у каждого это может быть свое и он понимает он это вешает на весы недельной жизни и выбирает между этими весами я вот им из головы сейчас даже тяжело представить потому что я завтра не умираю грубо говоря у меня нет никакого диагноза никто мне не сказал что я через неделю мру мне даже такие примеры тяжело в голову идут на вы тоже можете все это прекрасно все равно осознать и представить себе вот если включите фантазию но так как я в живом формате пишу и ничего там не готовлюсь не сижу не голову не ломаю вы все понимаете о чем я говорю но так невозможно жить когда ты не знаешь не о смерти и мысли о том что 70 80 а вот именно многие почему-то и до 100 доживают и и больше за 100 невозможно жить так и я вам приведу реальной жизненный пример просто я игру и слышал такие проповеди к сожалению эти проповеди неверные потому что сам он так не делает я услышу эти про вот он казалось бы говорит ой да надо вот все посмотрите на иисуса вот он все оставил пошел сам знаю что он работает вот причем он проповедник и тут же правда я знаю чтобы из из проповедника форшмят что они многие даже не работают действительно целиком себя посвящают проповеди вот им написанию и так далее хотя при этом сам иисус не работал и оставил свое плотническое дело и всех кого призывал учеников рыбаков всех все все они оставили свои дела и стали заниматься лишь проповеди делами любви вот это всего да сам говорит об этом сам знают целыми днями работы все в семью ну да он там помогает конечно какой-то суммы благотворит там что-то но все равно сам же хочу что не проповедуешь целыми днями он сам принципе чуть-чуть проповедует я знаю там где-то ходит даже на улицах в интернете немножко да казалось бы есть дела но если ты сам говоришь о том что вот иисус и приводишь какие-то примеры что поехал бы иисус на море слушайте ну иисус не был не семейным у нее не было детей он реально знал сроки своей так скажем проповедь до своего времени часа мы это всегда в евангелии видим что начало его служение он матушке говорил что не настало еще время мое что наоборот когда настало его время он настал час да он всегда знал время еще не время он всему знал время он был бог явившийся во плоти мы с вами не знаем этого времени и это незнание именно и дает нам право не жить вот этим в плане добрых дел посмертным вот этим вот этой смертной памятью памятью того что я вот и и и мировоззрением чтобы я должен поступать так как будто я через пять минут умру в зле да все что касается зла тут прям аминь чего бы не было зло не делай никогда ни при каких условиях ни в каких обстоятельствах добро ты делай с рассуждением сколько ты можешь как ты можешь да естественно закончу этим свою мысль и сейчас буду говорить мы сейчас еще подойдем до этого конечно же надо стремиться к совершенству чему у тебя бог располагает твое сердце твою жизнь естественно старайся пускать в это русло если есть возможность оставить все проповедовать творить добрые дела максимально пожалуйста делай все это возможно стремись к этому максимально как свою жизнь трансформирует это правильно но никогда не вздумай сделать не по силам не по рассуждению потому что если ты надорвешься это может тебе оказаться еще хуже я вам привожу два жизненных примера я думаю все кто вы люди мира все мы в одном мире живем все вам будет понятно первое это спринтер кто обращал внимание на спринтеров это есть далеко не самого наверное великого выбрал вы видите какие какое тело у спринтера спринтера бегают на короткие дистанции вы знаете да они очень мускулистые они очень сильные они много времени проводят помимо вот этих забегов допустим именно в зале наращивая мышцы увеличивать силу свои мышцы потому что они бегают на короткие дистанции им нужна мощь им нужна сила ему нужно пробежать определенный пип количество времени как 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 количественный этот ну поняли до отрезок определенное расстояние вот вам символ смерти он знает у нее 100 метров 400 метров у них в этом цель у них в этом смысл их него спорта и вам живой пример второй это вы знаете наверняка чуть мышка плохо работает это марафонцы и он еще скажешь ну и что же там есть грань ну вы знаете у некоторых марафонцев и есть грань и как бы соревнования устраиваются по грани но если вы в курсе есть много великих и знаменитых людей марафонцев которые бегали есть один чувак он мужчина он пробежал по моему 800 километров по моему 800 или 3000 я что-то не помню там нереальная какая-то цифра он бежал сколько-то там вообще я увидел он там в книге рекорд как где-то статья что ли на яндексе у меня на дзене вылезла не помню я в шоке был многие марафонцы в этом-то и прикол потому что смысл марафона это выносливость и несмотря на то что существует соревнования среди марафонцев да то личностными рекордами у них считается как раз вот именно вот это вот максимальная длина она ничем не ограничена не временем даже ты можешь чуть темп сбавить там не сроки ставит там ставят длину сколько ты пробежал 500 600 700 800 кто-то его еще может переплюнуть смысл марафона бесконечность чтобы ты вообще бежал вечно вот так по кругу если человек мог они как бы к этому говорят то есть они бегут пока не просто не изнемогают все естественно кто вы хоть как-то но я думаю что у вас у всех умная голова здравая вы все прекрасно понимать или все мои спортом в детстве в юности занимались может меня сейчас и молодые слушают естественно в спринтере что главный рывок все сил отдать на этот максимально маленький самая маленькая какая дистанция по 30 метров и летной школе бегали не знаю если такая олимпийская дистанция но неважно сотка точно есть я помню 100 метров 400 да по-моему олимпийские забеги это маленькие расстояния и вот их надо протирать просто максимально быстро естественно спринтер в это вкладывает абсолютно всю свою силу все у него вот порой это финиш кто видел ты на стадионе это просто прямая это даже не вот этот круг то есть если взять горизонт он видит свой финиш вот он вот он он прямо перед глазами у меня там это не ленточка натянута так бегают спринтеры он видит вот он день смерти я знаю мне поставили месяц неделя конечно возьмите месяц полгода даже вам поставили срок все это уже время конечно я по-другому бы вел я за полгода не успею не растолстеть не разжиреть я уже спокойно чем угодно там питался то и как пытаюсь какую диету соблюдать время и спортом немножко конечно я понимаю что за месяц меня не разнесет уже какая разница да но если и возьмите кого марафонцы он видит конец он не знает он просто встает и начинает бежать он может пробежать 500 может 600 может 700 может он землю кругом обогнет он не знает конца как бегают марафонцы выдержана беру тот темп самого начала который они смогут пронести максимально долго не зная конца он понимает что он хотел бы выбрать темп вот грубо говоря от нуля там до 10 до по шкале возьмем он понимает что в теории те рекорд еще ставится несмотря на длину еще все равно тебя может кто-то перебить вы могли можете в одно время одну длину пробежать но кто-то пробежал быстрее он будет считаться круче он понимает что в этой планке от 0 до 10 он должен выбрать максимально возможную как цена-качество знать там и когда в магазин ходим для нас какой показатель цена и качество потому что того что товар хороший но он может и заоблачно стоит и цена-качество не соответствует да вот или наоборот здесь то же самое конечно же он мечтает найти и понять ту грань при котором максимально бежал бы быстро максимально все свои условия вложил но и пробежал он максимальная длину да конечно они пытаются найти этот баланс вот так и мы я говорю к чему я теперь дохожу же образ поговорили я надеюсь вам понятен естественно когда я не знаю конца своей жизни да я стараюсь вести христианскую жизнь по максимуму естественно в моей христианской жизни подразумевается что и вообще абсолютно не творю зла это да не важно каким инструментом я пользуюсь память смертной памятью страхом божьим как говорят чем угодно чем угодно понимая закон бытия бумеранга все мне вернется действительно я из любви к людям уже этого не делаю неважно зла ты не делаешь вообще ни при каком условии это да но добро да я выбираю да конечно здесь нет предела совершенству но надо не забывать я говорю что потому что все эти проповеди к сожалению они не мотивируют а наоборот демотивируют людей потому что они пытаются по этим лживым учением жить или не получается мы видим что иисус всем людям разное предлагал иисус предприказ дал прекрасно нам притчу что оказывается люди получают разные таланты разные дары разные возможности кому-то один талант он рассказал два ну я добавлю 34 ну и бог стал 5 господь нам три варианта сказал и можно так и дальше 67 до бесконечности у нас у всех разные возможности человек семейный не может всю свою жизнь посвятить там на пробовать еще у меня есть дети у кого-то есть родители больные там немощные так далее до кого-то есть друзья соседи может быть так жизнь свела что он за кем-то действительно помогает взял на себя какой-то вот эти обязательства он не может все бросить завтра и так вот жить да то есть каждый живет по-своему ты не можешь всем все на улице раздать ты не можешь продать свою ты видишь человека вы лишили квартиры ну что ты-то не можешь свой от ищем ты можешь конечно это всяк в свою квартиру подселить если есть возможно какое-то время чтобы он решил свои проблемы но ты не можешь взять выкинуть своих детей из комнаты отдать ему эту комнату причем возможно многие люди вы мы прекрасно знаем порой многие жизни хлебают в этой жизни зло надо еще разобраться откуда нахлебанул по своей же глупости он может их к проиграл все автоматы всю свою квартиру ну пусть поживет на улице может ума наберется он может и твою проиграет влачах очень понял из этого то что есть уроки бог жизни божьей да их тоже человек должен уразуметь то причина разные бывают брать просто с улицы тунеядца лоботряса и тянуть его всю жизнь на своей шее это не от бога это никакая не любовь ну хочет он тунеядствует ну пусть он землю есть не хочет работать пожалуйста алкоголь и хочешь пить до керосин за 10 рублей ну пусть пьет не хочет жить нормально да и выпьет эту бутылку пива причем начал заработали на нее вот это вообще что касается добра и зла дата порой мы за добрый принимаем то что добра вообще не является естественно мы себя размере вы мы себя размере мы не можем просто так все там неправильно интерпретируют книгу деяния где там апостолки все они продавали имение я лишние имеется ввиду как и сейчас вокруг нас есть из нас среди нас есть и богатые люди да и до покаяния потом кается понимать зачем мне все это у меня 20 квартир по разному миру разбросанные я только с ней бабло грибу не пользуюсь и вот стал там с кем-нибудь общаться понимать нуждающиеся взял какой семье подарил когда мне 20 а там живут в землянке вот что начали делать ли там не говорит о том что они сами стали бомжевать это к сожалению неправильная интерпретация извращение писания или себе же к сожалению в заколание до мечом этим обоюдоострым имелось ввиду что они стали имение продавать свои какие лишние вот хоть там от слова проглочено это имеется ввиду то есть люди богатство стали избавляться кого-то золота полно она раньше вся там где у нее только у нее место уже не осталось где у нее нет золотишка и на шее на ушах и в голове и на запястьях на ногах если зачем едет всегда перестает к этому становится к этому равнодушен просто от этого избавляется и благотворит на это да вот так вот я вот вам хотел реальный пример я тоже так пробовал это ничего не дает не получается так у тебя есть точно такие же нужды да понятно и соберут и завтра умирал я бы лишь на что-то не купил вот я до сих пор я постоянно тоже счет покупаю все равно по бытовухе вот занимаюсь этим проповедью этими да этим блогингом вот мне что-то нужно мне хоть что-то улучшить конечности мне сказали через неделю все зачем мне все это мне бы схватил одного смартфона записать предсмертное видео все это можно было у кого-нибудь на улице попросить то есть я уже в последние могу смартфон продать чтобы он куда-нибудь вот им что все это превратить в какую-то пользу но сегодня он не нужен я же не буду каждый день на улице ходить просить смартфон отправлять на youtube этот ролик это же бред необработанный не отредактированный да ничего надо понимать что это не работает в реальности не работа может фантазировать представлять это да семейные люди не могут жизнь такую жизнь жить как иисус там тот же самый петр ссылаются когда на евангелие на на книгу деяний ничего мы не знаем нам кратко описано откуда откуда вы знаете вот как жил петр там крупицы есть в книге деяний как они жили эти вечные споры того же самого апостола павла была у него жена или нет не зря он так очень часто любит говорит о вдовцах о вдовах все гордну он был просто потом может быть вдавил может и так а может и нет петр но была у него жена знаю что теща жена знать было сколько она прожила кстати тоже неизвестно что он тоже вдовцом стал поэтому такие речи пишет что имеющий жен как не имеющий а как он жил сколько они времени кушали как сидели куда ходили еще взяли что они не ходили на речке не купались не умывались всего взяли это этого не видно в писании это мы все сами уже прибавляем додумываю является это ли благом я очень сомневаюсь что плохого что семейные люди ходят куда-то отдыхать де 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 детям детства мы все почему-то проповедуем о любви а когда дело любви доходит да мы должны детей своих бомжевать оставить слушайте я понимаю там тоже есть перебор вот именно но с любовью рассуждением у детей вспомните себя у детей должно быть счастливое детство им надо дать это чувство всем говорю они еще потеряют свой рай все пройдут потерянный рай до потерю рая но им-то в детстве надо конечно не должно быть такого что вы рабами своих детей становится какие-то карикатуры да и все на них я все в семью ребеночек тому и пылинки с не сдувают нет нормальной жизнью должна жить все должно быть и развлечение там и к труду приучать потом и не все позволять им вот но все таки у детей должно быть счастливое детство ни в коем случае его воровать не стоит их его надо обеспечить постараться максимально не 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 с пристрастиями с чрезмерностью чтобы приторно стало действительно все должно быть в меру так что вот так вот вот что плохого что люди на море ездит игру ну всякая жизнь игру надо конечно стараться творить добрые дела по мере возможности как тебе бог будет полагать на сердце конечно же не так что ты сам может быть уже дошел до такого жизни как вот та же самая старость естественно у тебя вот взросление у меня старость у кого-то уже и конечно еще не старее но уже и не молодею да у каждого периода свой возраст естественно да вот поэтому это именно марафон марафон надо об этом никогда не забывать наша жизнь это марафон это не спринтер это не короткая дистанция сто лет это не короткая дистанция это обязательно надо уразуметь я вот кстати забыл я хотел да еще другую последнюю картинку показать то есть вот это вот следование за иисусом евангельская жизнь я говорю первое всегда это не творение зла она абсолютная да но творение добра по мере сил и возможности надо рассуждать о своей жизни конечно же это должно быть целью совершенство святость во всем этом надо стараться приумножаться и приумножаться и приумножаться вот это обязательно конечно но все это надо делать с рассуждением обязательно да моя любимая тема это очень важная тема убийство животных те же самых через их не через не важно что вы их там пожираете эти трупы да или там ради шкурки ради еще чего-то ради лекарства вот это это никакой добро для которого над постепенно доходить зло которое надо отрубить просто вот и все зло а есть добро я не говорю я уже много раз вот вещь тогда еще в этом ролике опять скажу вы еще никакого добра отрекшись от убийства беззащитных животных в угоду своему чреву вы еще ничего доброго так скажем не сделали вы только в нормальное состояние пришли вы только от зла отсеклись и это надо сделать сегодня же сейчас же вот когда вы даже услышали от меня это если вы еще не делали это злой ты грех вы убийцы и вы должны отречься этого зла сегодня же сейчас же а вот добро я мгру делайте по мере того как у вас будет открываться сердце конечно его надо стараться надо себе цель задать но просто это обычно сразу после покаяния не бывает и когда вы раскаетесь и действительно отречусь от этого зла вас потихоньку начнет душа просыпаться осветляться познание проходить итог потом вас загорится огонь и ревность этой любви и проповеди вы начнете уже этими роликами моими делиться раньше вы стремались и меня плевали и оскорбляли и унижали обижали тем что я дурак проповеда это и вы в писании столько находили стихов когда вы покатись переменит свою жизнь конечно не сразу потом вы сами начнут когда вы просветлеете прозреете вы будете в шоке то что теперь вы сами другим пытаетесь то же самое доказать вы сами очень записывать сами эти начните картинки ролики выставлять чужими делиться вы начнете что-то делать проповедовать помогать поддерживать материально игру словесно все это и так далее все эти начинания фильмы может вы там языками обладаете начнете переводить на другие языки эти ролики распространять их вот бесплатными или платными игру тем же самым методами сейчас все возможно да в этом я и говорю самим вы сегодня должны бросить убивать животных тем более платить за убийство этих животных в угоду вашему чреву это еще больше лицемерие мнение себе что вы праведнички ничего не делаете а грешить проплачиваете кто-то должен эту грязную работу и вы же сами грязно называете почему взять проплачивать вы лицемеры вы лицемерные убийцы иисуса тоже убили не сами иудея не руками язычник это сделали вы тоже самое делаете вот от этого отречься сегодня же надо а сколько вы начнете сегодня участвовать во свете в любви в проповеди конечно решать вам конечно же помните что вы должны стать нам в сторону света действительно стать вот такими как иисус это понятно откровенно и искренне нести свет с ревностью с горячностью несмотря ни на что вопреки всему да это надо да это конечная цель и я не говорю что это не надо об этом вот говорить что да в идеале может быть ты сможешь научиться действительно это даже свою собственную квартиру продаж и будешь так жить может быть но это опять же во первых речь идет там очень важны такие есть критерии как брачные безбрачные люди семейные несемейные брачным можно быть с одной женой с одним мужем не имея детей и вы может по обоюдному согласию просто расстанетесь и действительно будете вести такую жизнь вас уже ничего не интересует вы не хотите не зарабатывать там сказать ним не обогащаться имуществом не копить уже нет квартиры вы может оба до этого дошли вместе слава богу но это почему не вместе тогда не нести этот свет вам ничего не мешает это где из дети это вообще другая история где же его родители у вас как у детей это другая история вы не можете там их бросить вы не можете ихнюю квартиру продать из-за из-за них продать их не допустим квартиру своих родителей их там на улице что ли подкармливать сами на этой же улице в этой будке с ними поселиться себе сколотить как собачью и жить в таких ужасных условиях нет конечно вот вот тут все с рассуждением это конечно кто может кого повеление сердце и образ жизни соответствует да он такое может но это лишь его соответствует и он как раз должен и когда он обличается может быть богом в сердце он должен до этого дотягиваться это безусловно и каждый из вас тут ключ единственно верное это что и как я уже говорил каждый по рассуждению к себе до мыслю не не о смерти уже то что вы не знаете этого дня смерти вот когда узнаете тогда вы и добро будьте соответственно творить свои добрые дела когда вы будете знать точный день своей смерти ну точно понятно приблизительно методом вам действительно поставили диагноз может быть вообще божье откровение я не спорю вот тогда ты действительно всю свою жизнь еще и на добро максимально на все это направишь на освещение свое до максимальный подвиг жизни в святости на творение добра это этим добром и проповедь евангелия истины и и просто в словах проповеди и делами всем на свете ну слова тоже есть дела да вот но пока тебе этот день неизвестен пока у тебя в голове только 70 80 я говорю а люди и до 150 вон есть экземпляры живут такими нельзя жить до каждый должен вся стремиться жить критерий очень простой я разными словами называю игру вот этим стремление это как господь вел блаженный алчащий жаждущий правды ты когда говоришь господи все что ты мне будешь повелевать я буду в сердце если у вас нет этого повеления вы никого не слушайте у него своя жизнь вот но я опять же говорю что в свой адрес вы вот слышите эти обличения когда дело касается зла вы должны тут же его бросить тут же бросить особенно если вы христиане это надо понять здесь никакого тормоза дня не должно быть ты действительно может не проснешься может как она не сапфиры прямо в дверях упадешь никакого вы тут не должно быть тем более вот вы от меня слышите вас еще бог обличает в сердце побойтесь того чтобы действительно не исполнить это повеление когда бог стучится ваше сердце исполните и прославите его в день когда он вас посетил вот а насчет добра конечно тут по желанию по желанию все по желанию по возможностям все взвешивая конечно же это не должно быть а все в семью у меня один ребеночка я все 100 тысяч получаю все рубля никому не подам не учусь вы знаете любить людей посторонних тоже непросто этому тоже надо учиться ты десяточку отделе действительно десятинку от соточки ты потренируйся отдавать людям которые тебе ничего никогда не вернут ребеночка своего получил пойдите потом вместе эти игрушки соберите в детский дом отвезите я просто видел как это происходит когда дети сначала они нет нет я не отдам и явил как родители мудрые начинают раз ты понимаешь там детишки у них вообще ничего нет ни одной игрушечки она нет у них нет ни одной игрушечки она да нет моя мама да нет ни одной игрушки и она начинает сама все собирать у меня шком горле подходит все собирать все 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 отвезем да я видел как так делают берут этих детей везут вместе и они учатся вот этому они видят как живут эти дети да вот это хорошо хорошо вот так надо делать вот но все это по мере это конечно не говорит что ты своему ребенку значит кому грубо пример возьму до ребеночек сейчас в интернете полно где там почки отказали там что-то болезнь какая-то там не знаю рак и ты дочка давай тебе вот это же трех пятилеточка у меня его там пятилеточку нет а мне не разбираюсь в организме чего там почек печень ничего там две давай тебе одну пересадим вот этой девочке конечно какой здравый родитель скажешь такую своему ребенку тем более христианин верующий что бог может поднять любого только по слову конечно же ты не будешь у своего ребенка вырезать печень чтобы отдать другому ребеночку да это же глупость вот вот и живой пример может быть глупость а живой пример что можно до такого дайте вот если такой ключ в начале положить инструмент что все завтра я умру вы знаете завтра я умру смотрели этот фильм как же он с этим то чернокожим то известным актером высоким то помните когда я же фильм забыл так как же называется он знал что он умрет вы помните он начал что-то все раздавать там в оконцовке он лег в эту ванну со льдом взял какого-то купил или скаты или что-то какие-то рыб убийственных в эту ванну пустил позвонил скорую и он какому-то или другу или какой-то нет он стал творить добрые дела прям вот так он в социальную службу ходил 1 1 тете дом завещал еще что-то и потом он в оконцовке кому-то свои органы все оставил рулег в ванну полную льда ну чтобы все это не атрофировалась тут же позвонил скорую и по себе выпустил туската и кому-то достались там нескольким людям его органы прикольно про там от кого-то убил и случайно не случайного какую-то аварию сбил по нескольких людей как же но вы помните если потом в комментариях спросите я найду уже после ролика напишу сейчас даже не хочу на паузу ставить искать там актер то известные в этом люди черности снимался чернокожий я уж позабывал их все фамилии и имена вот фильм хороший посмотреть я кстати рекомендую к просмотру нет там никаких не боевиков ничего такого хороший очень достойный игру он он сам что-то косячил и плюс ему смертельный диагноз по моему ставит и он вот начинает вот задумываться и творить такие дела очень показательно вот именно но это человеку смерть уже все это разные вещи да он принимает хорошее решение кстати его в самоубийстве не обвинишь он действительно сделал благое дело то его трубу день уже найдут там и как он умрет то его органы я бы может быть сделать точно также очень хороший поступок я считаю вот так вот вот тоже живое посмотрите этот фильм евро если захотите напишите в комментариях я найду этот фильм вспомню как он называется ну по поисковику сейчас все может про сейчас время не хочу терять ролик уже так час пора заканчивать вот я дам название его наверняка вспомню как он называется ну вот так вот вот я хотел на эту тему с память смертная вот к чему привела еще закончу же последнее наверное к чему привела вот это вот мировоззрение монахов если завтра умру они все позаперлись в пещерах если завтра умрешь надо как раз светить божественной любовью через дела любви уж если ты сегодня действительно завтра знает что умрешь через неделю уж чего-чего точно не в пещере надо сидеть я груб посмотрите этот фильм забыл не забыл какого даже фамилии не это английского актера к чему это может привести это абсолютно так православный там ложь на лжи там вообще доброго у них учение практически ничего нет и столько чет соответствует прям чистому евангелию чистому словесному молоку истине но это редкость что вы там найдете вот в основном там все извратили так что это уже недавно не христианство не истина полный бред какой-то вот поэтому памятью смертной живите только когда да когда вас вдруг потянуло куда-то не туда вот тогда сразу вспомните что завтра умрете и все дела пойдут перед вами на суд вот тогда да будешь ты сегодня убивать будешь ты сегодня грабить бушится нет идет зло не делайте никогда никогда а в добре конечно же цель поставьте непреодолимую как эти естественно который этот бежит вот эти марафонцы игры они ставят все какую какую планку никакую он будет буду бежать пока не сдохну буду хочу просто вот просто все реку может вообще не остановлюсь может быть возможно бежать до конца жизни совершенства а бог совершенен и бог бесконечен планки нету конечно же в святой жизни как павел говорил мы не осмотрим назад сколько мы там сделали чем это мы все время смотрим вперед до идем идем бежим бежим со размере в силы сколько нам бежать поэтому все таки о своей жизни что скажу поэтому я вот тоже вы знаете конечно я стараюсь максимум свое времени посвящать вот это вот проповеди до чтению роликов там ролик и записи по чтению библии писания в свободном слове беседы в личном за кадром кто знает мне ко мне много пишут ну как много в соответствии с моей популярностью так скажем вот социальных сетях я всем стараюсь в частной беседе говорить отвечать что писать все те же сам посты кто видит я делаю их не так просто пока я все через себя перепускаю переработаю переделаю картиночку все эти ролики там по веганство по невеганство я все там на это надо время да вот но при этом я не сижу сутками хотя я сижу также по не знаю даже не по 8 часов в день как люди работают а по 12 по 16 часов тоже сижу но при этом я также нахожу время ну шучу конечно 16 стараюсь не сидеть но по 12 на сижу пусть с перерывами я могу вечером прогуляться еще но потом обычно прихожу еще сижу чудил какой-нибудь если ролик включишь там тоже чего-нибудь там проповедь какой так фоном сам дальше занимаюсь там текстами я могу параллельно некоторые иногда и читать и слушать в зависимости от глубины того что надо услышать бывает могу как это говорят два дела сразу делать по-разному смотря какое внимание уделяешь то есть я также куда-то приглашают я могу сходить на встречу на какую-то личного там чего-то там не интересует или просто или с пользой или для радости потому что конечно завтра не умру я говорю занимаюсь спортом там хожу в бассейн летом стараюсь водоемах купаться опять и и пользы и приятно вот смотрю точно так же не только я уже духовой и раньше-то всегда то есть могу посмотри какой-то фильм какой-то мультик естественно что-то почитать я говорю другое вообще не связано с религией казалось бы с христианством да потому что конечно же конечно же не сколья завтра умру в шелухи у человеков конечно вся наша жизнь много состоит из суеты и шелухи на на необходимо если ты живешь долго необходимо без нее никуда не деться иначе просто можно перегнуть палку из бренди надорваться как это по-простому сказать и физически и духовно или физически и духовно или так и так вообще и каждый кто это опытом проходил и меня сейчас слушает тот это просто знает то что я говорю для него не откровение а просто его жизнь точно такая же как и моя вот я это тоже все перепробовал вот так что надо соразмерно когда христианин приходит к этой золотой середины к этому царскому пути как все в библии часто эти слова говорится не уклоняясь ни налево ни направо иди прямо вот надо прямо идти и идти уравновешенно вот жизнь это не такие почему кто знает я посты терпеть не могу и опять эти лживые учения сегодня я не убиваю завтра убиваю животных да сегодня я чуть не кушаю завтра я обжираюсь как свинья жить надо во всех этих в плане ровненько вот нужно ровненько как ровненько вверх это должна быть вот такая вот диаграмма все выше 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 почему диаграмма опять же не линия кто занимался спортом тот знает я говорю ты никогда не будешь делать больше если чуть-чуть да не надорвешься но чуть-чуть я не так что ты все я там вот христианин проповедник все бросила работу ничего не ем не пью на улице проповеду тебя хватит на неделю ты сдуешься все делай да иди может быть к этому но потихонечку да чуть-чуть тебе надо неохота заставляя себя хоп чуть-чуть отдохнул еще чуть-чуть два вперед шаг назад два вперед шаг назад ты идешь вперед прошел отдохнул прошел отдохнул отдыхаешь меньше идешь больше кто вырос фортам занимался тот знает это никогда не будешь больше делитесь не будешь нагружать перенагружать себя но после этого первых ты отдыхаешь но ты развился вот этими скачками ты развиваешься да ты чуть отдыхаешь и опять восходишь И опять. Вот жизнь христианина должна быть отсюда. И вот так вот, вот так вот, вот так вот идти вверх. Это должен быть марафон, нарастающий такими вот, как это называется, волной. Ну или хотите такой диаграммы или волной. То есть должны быть волны. Но они должны быть вверх. Конечно же не сваливаться. Жизнь христианина это не сваливание, это наоборот возрастание. Конечно понуждаешь, конечно иногда через силу делаешь, добро творишь, терпишь что-то, смиряешься, кротость проявляешь, да. Но ты идешь вверх. Вот все, глядя на это, ты будешь идти правильным христианским путем. Такое мое видео. Надеюсь оно вам было полезно, назидательно. Надеюсь вы его примените в своей жизни. Я говорю, мои ролики они не праздные. Я их записываю не для ласкательства в уши. Я надеюсь, что это... Ну конечно это для ласкательства тех, кто идет этим путем и все знает. Может быть знает побольше меня. Ну а тем, кто еще этого не достиг, для кого это что-то открывает, то я вам естественно желаю идти этим путем, достигать совершенства. Естественно, христианская жизнь, она верная по тому критерию, если вы становитесь все более и более счастливым. Хотя, кстати, людям внешним будет казаться, что вы живете несчастно. Вы же всех любите, всем благотворите, терпите все. На самом деле святость делает человека блаженным, то есть радостным. У меня на этом все. Я вас всех по-братски целую и обнимаю. Всем желаю всяких благ во всей вашей жизни, чтобы все у вас было хорошо, не болели, все у вас было отлично. Все, пока-пока, до встречи в следующем ролике. А, ну да, ролик последний. Завтра вы увидите, я надеюсь, мой ролик просто попрощаемся в 2019 году. И откроется Новый год, новыми проповедями, новыми трудами и так далее. Все, пока-пока. На этом, в принципе, в этом году все. Надеюсь, в этом году вы тоже получили от меня некую пользу, радость, назидание. Ну, а я с вами прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok